так доброе утро дорогие друзья номер 14 про которые все запись пошла и так мы начинаем начинаем наш 14 урок в цикле благодарность цикле благодарность надеюсь что везде слышно видно значит фейсбук youtube телеграм спасибо всевышнему спасибо огромное всевышнему что есть у нас возможность проводить уроки слушать уроки есть нас такие замечательные сети телеграм youtube facebook спасибо всевышнему что если нас приборы которыми мы можем пользоваться интернет спасибо 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 всевышнему за то что у нас есть возможность слушать понимать прикоснуться к высшему вообще знанию которая есть только в этом мире и с помощью этого знания соединиться со всевышним творцом мироздания спасибо 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 и мы изучаем тему спасибо я чувствую как я становлюсь все более более благодарным 14 урок благодаря вам вы выбрали эту книгу раф шаломарош и раф зелик плистин мы изучаем две книги соединяем их в одно и я чувствую такие улучшения и такое колоссальное влияние позитивное на жизнь что я с божьей помощью очень хочу написать книгу то есть извиняюсь что прервался но это вопрос есть такие вопросы пикуах нефаш называется спасение жизни и у меня мама уже пожила 85 лет и это был звонок из больницы там врач должен прийти и так далее значит слава богу вот такие вопросы тора нам четко сказала где что как вот шаббат например нельзя нарушать но если речь касается война спасение жизни и так далее то можно да это не является нарушением шаббата потому что жизнь человека это самое важное и написано что заповеди они для жизни если три случая когда нельзя нарушать заповеди даже если это угроза для жизни хорошо друзья все извиняюсь что прервался и так 14 урока на сегодня 14 урок начинается это так он говорит раф шаломарош сейчас вам дам проверенный рецепт идти навстречу беде избавь бог он говорит дам проверенный рецепт который гарантированно ведет к беде значит что это за урок а кстати сейчас чтобы было этот урок у нас ли рифа шлама для полного выздоровления рита бад баса может быть рита и все бы то шарку ли стрель чтобы все кто нуждается выздоровление чтобы мы создали им силу и они выздоровели прямо вот наша духовная сила идет tried to на на то чтобы те люди которые раненые и больные сейчас больницах очень много раненых участок израил организм чтобы все-все в здравии все кто любят всевышнего все кто учат stero чтобы все выздоровели все наши близкие тех которым любят всевышнего и учат сторону чтобы все выздоровели хорошо теперь здесь он нам говорит, сейчас возвращаемся к уроку, проверенный рецепт, как прийти путь навстречу беде. Из Багбок. Он говорит, зачем он это нам говорит? Он делает акцент на этом. Он говорит, отдумайтесь, остановитесь, не идите по этому пути. Он говорит так, что если кто-то хочет ныть, к нему обязательно придут великие страдания и не покинут его, Боже упаси. То есть тот человек, который ноет, он этим самым на себя вызывает большие страдания. Представляете? Это удивительная вещь. Но вот так оно работает. Я видел своими глазами, как один человек жаловался, жаловался на жизнь, все ему не нравилось. Хотя со стороны, это же как полупустой полуполный стакан. То есть ты смотришь, любая ситуация, она неоднозначна, она зависит от интерпретации, все зависит от восприятия. Я видел своими глазами один человек, вот с моей точки зрения у него было все хорошо. То есть все возможности, здоровье, все. И он все время жаловался. Он ныл, ему не нравилась его жизнь. И он... То есть он ныл и обвинял внешние обстоятельства. Получается, равно Всевышний, да? Потому что внешние обстоятельства кто делает? Всевышний. Когда ты не принимаешь внешние обстоятельства, ты не принимаешь Всевышнего. Мы это уже учили. И он жаловался, вот неплохо, жизнь плохая, вот неплохо, жизнь плохая. И после этого вдруг у него... он был полностью здоров и начал болеть. То есть Всевышний ему говорит, тебе не нравится, я тебе даю все возможности, ты сам не хочешь их использовать, ты сам думаешь, что все будет плохо. Ведь нытье, этот пессимистичный взгляд на жизнь, он пессимизм, да, это называют. То есть он же человека полностью тормозит. Вот он говорит, я, в Мишле мы учили, ленивец говорит, я на улицу не пойду. Почему? А там лев. Может там лев придет. Я на встречу не пойду. Почему? Да все равно он не придет. Ничего не получится. Я, значит, что пойду туда учиться, все равно работы не будет. Чего я туда поеду, все равно ничего не будет. То есть пессимист, он очерняет все потенциальные возможности. Ну хорошо, ты туда не пойдешь, туда не пойдешь, сюда не пойдешь. А тебе-то сейчас как, вот там где ты. О, мне сейчас плохо тоже, вообще мне все здесь плохо. То есть пессимист это самый, ну, нелогичный способ мышления, пессимизм. И вот он говорит так, что то, что я сказал, говорит Рав Шалом Рарош, это написано в книге Зоар. Это святая книга Зоар, сияние книгов, из которых мы учим там все законы Каббала и так далее. Там написано так, в книге Зоар. Если бы народ Израиля с любовью принял свой приговор, 40 лет с титанией по пустыне, то сразу же по истечении 40 лет он вошел бы в землю Израиля и наступило бы окончательное избавление. Но так как они не приняли своего наказания с любовью, а продолжали плакать, роптать и жаловаться, Галут изгнание затянулось до сих пор. Что получается? Да, вот у меня сейчас, например, болит спина. Вдруг у меня год не болел, я приседал, и у меня сейчас спазмировалось, да? Я когда готовился к уроку, я это прочитал. И тут еще дальше есть продолжение, что это относится к каждому человеку. Если ты не принимаешь своего личного Галута, падения, трудности, беды с любовью, тогда ты должен знать, что твой Галут, твое изгнание, вот это вот боли, изгнание и так далее, продлится. Но если ты принимаешь с любовью все трудности, падения и беды, тогда они очень быстро закончатся. И более того, ты обретешь чудесные дары. Ведь Всевышний всегда стремится к благу человека. Он хочет направить его и поставить на верную дорогу. Как об этом подробно я рассказываю. То есть, что это значит? Вот у меня болит спина, например, да? Я могу, блин, эта спина досталась, что же у меня, год не болело, болит. Вот почему мне так не везет? Почему я такой не везучий? Почему Всевышний мне так посылает эти все несправедливые вот эти боли, да? Это одна реакция, о которой он говорит. Это путь к беде. Это конкретный путь к беде. Вторая реакция. Спасибо Всевышний, что ты мне, значит, послал вот этот вот спазм мышечный. Спасибо тебе. Я с любовью принимаю этот спазм. Значит, я точно знаю, что это мне для добра. Я точно знаю, что ты хочешь что-то хорошее для меня. Я точно знаю, что это какой-то твой месседж, послание мне, которое я тебя люблю, с любовью принимаю. Я пока не понимаю, что, но я понимаю, что это мне надо, значит, для чего-то. Спасибо тебе Всевышний, спасибо, спасибо. Я когда начал это говорить, чувствую, что у меня спина отпустила. Но я до этого еще понял такую вещь. Я в последнее время очень много внимания уделял, значит, там, организации, отряда самообороны, какие-то там такие действия, которые являются, ну, это называется, как иштадлут, личные старания. И мне Всевышний показал, что все твои личные старания, они могут в одну секунду остановиться спазмом спины. И ничего, ты ходить не сможешь, не дай бог, у меня раньше такое было. Потом год у меня не было этого. И Всевышний мне говорит, нет, Искак, твой путь, это Тора, да, Тора, уроки Торы, объяснения и так далее, это твой путь. Это я молился, кстати, в последнее время, узнал очень классную молитву. Надо просить Всевышнего, чтобы Он помог вам реализовать ваш потенциал. Чтобы Он помог, то есть молитва должна быть такая, что я прошу тебя, помоги мне реализовать именно тот потенциал, ради которого я пришел в этот мир. И очень важно найти вот эту свою личную, вот эту личную свою главную потенциальную возможность, которую Всевышний вас точно вложил, ее реализовать. Это очень важно. И тут я, оп, я когда начал об этом молиться, мне прямо на улице один человек говорит, тебе надо, ты больше проводи уроки, второй, третий. Сегодня открываю в синагоге листик письмо Ребе. Письмо Ребе, значит, такая есть, ну вот, каждую неделю выходят на разных языках, такой лист, как газета. И тут написано из послания Любавического Ребе. Нет силы, кроме Торы. Зыбкость и проблематичность положения евреев на святой земле не может быть объяснена только политическими и военными причинами. Она лишь симптом зыбкости и недостаточности духовной жизни евреев. Когда твердую жизненную позицию, следование Торе и заповедям подменяют релятивизмом и вседозволенностью, когда сам фундамент нашего существования колеблется, падают из стены безопасности. Представляете, то есть, безопасность народа Израиля и присутствие народа Израиля на земле Израиля зависит только и исключительно от соблюдения заповеди Бога. Бог эту землю дал, и можно на ней находиться только на условиях, что ты соблюдаешь завет с Богом. Это факт, и мы видим, что как только еврейский народ нарушает завет со Всевышним, он уходит. Как только начинают соблюдать, возвращается. Поэтому мы должны приложить все силы, чтобы все евреи на земле Израиля и за землей Израиля служили Всевышнему, соблюдали заповеди. Будет тогда безопасность, и все будет хорошо. Теперь, дальше продолжает Раф Шалумаруш и говорит, Давайте посмотрим на первого Израиля. Кто был первый Израиль? Яаков. Мы знаем, что Яаков, праотец Яаков, сын Авраама Ицхака Яакова, сын Ицхака, который был сыном Авраама, он получил имя Израиль. Как он получил имя Израиль? Значит, он боролся с ангелом, князем Исава, и всю ночь он с ним боролся, и победил. И утром ангел сказал ему, отпусти меня, ибо я должен подняться и воспевать песню Всевышнему. Это в Торе написано на их разговор. Сказал ему Яаков, нет, я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь. И ангел благословил его так. И сказал, не Яков отныне имя тебе будет, а Исраиль. Вот так появилось имя Исраиль. Ангел благословил его, не Яков отныне имя твое, а Исраиль. Это книга Берешит, 32-й перех, 29-й отрывок. И дальше в книге спрашивается, есть книга, которая разграет этот момент, и говорит вопрос. Яков же ему сказал, благослови меня, а тут-то, где здесь благословение? Он просто дал ему новое имя, Исраиль. Где здесь благословение? И автор книги объясняет так. Это и было благословение. Исраиль это, есть здесь, можно так прочитать. Исраиль это Яшар, да, если это слово читать, Яшар, прямо к Богу. Исар, представляете, еврит, это такой математический язык. Исар это борец, боролся и победил. Боролся с ангелом и победил. Исраиль, можно так это имя понять, расшифровать. Яшар, Эль, прямо к Богу, можно так его понять. Но здесь автор дает третье объяснение. Он говорит, есть еще такой глагол, Ля Шир. Шир это песня. Значит, получается, Ишар, Эль, это воспевающий Бога. Он ему дал благословение, ты будешь воспевать Бога. И это и было благословение, воспевать Всевышнего. Ты достигнешь такого уровня, что всегда будешь воспевать Бога. В любой ситуации ты будешь воспевать Всевышнего, А это самая высшая ступень, доступная в этом мире. Это и было благословение. Исраиль, это воспевающий Всевышнего. И это и есть цель существования народа Израиля, как сказанного пророка Ишаягу. Народ, который создал я себе, чтобы рассказать о славе моей. Так Всевышний описал смысл существования народа Израиля. Народ, который создал я себе, чтобы рассказать о славе моей. чтобы вот так вот Тора, потом она стала Библией, Коран построен о том, что Бог вывел евреевский народ из Египта, там полностью об этом написано, привел в Израиль и дал Израиль. Я не понимаю, откуда они могут как-то еще против этого выступать, если это в Коране написано. Другими словами, Всевышний создал евреев, чтобы они рассказывали и распространяли вести о чудесах, творимых Всевышним, и благодарили его, следуя путем благодарности и благодарения. Вот так вот. Дальше он приводит итог и говорит, следует рассказывать о чудесах, и существует множество таких историй, которые следует распространять. Но человек по природе своей не пробуждается от чужих рассказов, он гораздо больше поражается тому, что чувствует сам, на собственном опыте. Но чудеса, случившиеся с ним самим, подвержены забвению и сокрытию, и могут даже кануть во тьму, если человек видит только плохое и замечает лишь недостатки. То есть, что нам говорит Рав Шаламаруш? Он говорит, смотрите, дневник благодарности. В него надо записывать все свои благодарности, все чудеса, которые Всевышний делает для нас. Всевышний делает для нас чудеса каждый Божий день. Чудо за чудом, чудо за чудом. Тот человек, который видит чудеса, записывает, фокусируется на них, у него усиливается вера. И он, когда смотрит на завтра, он говорит, и завтра будет хорошо. И не будет пробок, куда я еду. И человек придет, и льва не будет на улице. И все у меня будет великолепно, потому что Всевышний меня любит. Я это знаю, я это вижу. Я благодарен Всевышнему за все, что со мной происходит. Даже какие-то вещи, как схватила спина, они меня усиливают. Даже какой-то страх, который вокруг, он меня пробуждает. И так далее, и так далее. То есть, как только человек хочет видеть чудеса и добро Всевышнего, и прославлять Всевышнего, и благодарить Всевышнего, это полностью кардинально меняет его жизнь. И как раз об этом сегодня у нас 14-й урок в книге Рабби Зелега Плистина, которая называется «Gratitude – Formula Stories and Insights». Это американский раввин, который, по-моему, даже до сих пор жив. И Раф Шаламаруш жив, слава Богу, дай Бог им здоровья. И он, как бы, эту книгу, они вообще не связаны. Это Бресловский хасид, хасид Бреслов. А Рабби Зелег Плистин, он мир ешив, литовский такой подход. Они, это разные, как бы, школы в иудаизме, разные чуть-чуть подходы. Но вы видите, что и тут, и там, гратитюд, благодарность – это главное во взаимоотношениях со Всевышним. Здесь он говорит 14-я глава, 14-й урок. «Gratitude for being alive». Будь благодарен, что ты живой. Он говорит, самая вообще драгоценная вещь, которая есть у каждого из нас – это жизнь. То есть, это самое драгоценное, самое важное. И, ну, как бы, нет жизни, нет ничего. Теперь он говорит, это же надо ценить. Это же надо ценить, он говорит. Вот за это и надо благодарить. Как мы утром просыпаемся, первая молитва. «Мудэни лифанэйха, благодари меня перед тобой, мэлэхайвэ кайям, царь живой сущий, шэихизар табиниш мати вэхэмла, что вернул ты в меня душу мою. Раба ему на теха, велика твоя вера в меня». Не моя вера в тебя. Я всю жизнь не обращал внимания на форму. Я почему-то всегда думал, что с утра надо сказать, что велика моя вера в тебя. А по факту-то, если точно вот это слово перевести, раба ему на теха, велика твоя вера в меня, что ты веришь в меня, поэтому я проснулся. То есть, я тебе нужен в этом мире. Тебе нужно, чтобы я жил еще, еще и еще. Значит, если у меня какая-то миссия, если у меня в мире что-то важное, что я должен реализовать, поэтому ты мне дал проснуться. И вот он говорит такую вещь, что человек, который не радуется тому, что он жив, не благодарит за это Всевышнего, он обычно говорит так. Но качество, but my quality of life is not what I want it to be. Он говорит, но качество моей жизни, это не то, что я хотел бы. Говорит человек недовольный. Он говорит, да, ты мне жизнь дал, ну и что? Типа, вот если бы ты мне дал другую жизнь, тогда может быть. А так, не, ну чего, это же не та жизнь, что я хочу. Это, это огромная ошибка. Конечно, он говорит, хотеть, чтобы твоя жизнь была лучше и делать, taking positive action, делать действия по ее улучшению. Это очень отлично, это прекрасно, это тоже дал тебе Всевышняя возможность. Это, это дар, который у тебя есть, делай, делай. То есть, Всевышний дал тебе возможности, ты живой. Никто тебе не должен. То есть, ты сам строишь свою жизнь. Ты получаешь в жизни то, включая твое эмоциональное состояние и настроение. То, что ты создаешь своим желанием, намерением, подходом, правилами жизни и так далее. Это твоя жизнь. Так, если ты не благодарен Всевышнему за то, что она у тебя есть, так что ты от него ждешь вообще? Он тебе дал драгоценность, а ты говоришь, не, 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 секундочку. Это вообще ничего не стоит. Дай мне еще. Я это, это мне не стоит. Но что это за подход? Так нельзя. И дальше он говорит следующую вещь. Нужно не просто утром, когда ты просыпаешься, сказать спасибо за жизнь. Нужно в течение дня говорить с энтузиазмом. I'm grateful, I'm alive. Я благодарен, я живой. И он говорит такую вещь, что Раби Мушахаим Луцата, это был великий каббалист, книги Мессалати Шарим. Он говорит, в седьмой части, он говорит так. Действуй с энтузиазмом, как будто бы ты, есть у тебя этот энтузиазм, воодушевление. И этим ты будешь поднимать твое внутреннее чувство энтузиазма. Он говорит, никто не может тебя поднять, кроме тебя. Только ты можешь поднять свой энтузиазм и сказать, I'm grateful, я благодарен, что я живой. И когда ты это говоришь с энтузиазмом много раз, то он у тебя поднимется. И дальше он рассказывает историю. Один человек, он все время жаловался, и мысли его были такие. Я чувствую беспокойство, я frustrated, да, такой, что вещи идут не так, как я хочу. И вся жизнь моя не такая, как я хочу. Я от этого очень расстроен, frustrated, разочарован, расстроен, да. И он говорит, что я так жил, этот человек говорит, годы. Я все время повторял в разных вариациях, что я недоволен так и так и так и тем и тем. То есть, разные вариации. И они стали настолько автоматическими для меня, что я даже не чувствовал, что это происходит в моем мозге. Я просто был все время недоволен и видел только негативные вещи в жизни. И вот я пришел как-то к одному рабе и говорю, как мне исправить это качество? Я все время недовольный. Все время у меня вот все мне кажется негативным и все будет плохо. И я не, ну то есть, я не хочу ничего, мне все неинтересно, люди неинтересны. И этот рабе сказал ему, он говорит, я тебе сейчас помогу, есть у меня специальная powerful формула. У меня есть мощная формула для тебя. Но это будет работать, сказал рабе, только если ты будешь повторять это много раз. Это не будет сложным, сказал этот человек. Но это не будет сложным. И продолжает этот человек говорить, я думал, что сейчас он мне даст какую-то каббалистическую формулу. Какая-то формула абра-кадабра. Кстати, формула абра-кадабра каббалистическая, это реальная каббалистическая формула. В переводе слово абра, значит, я сотворю. Эбра как бы, ну, берешит барайл, вначале Бог сотворил. И слово абра, это я сотворю. Это вот этот вот силотворение, которую Всевышний передал каждому человеку. Мы творцы по образу Бога. Абра-кадабра. Ледабер это говорит. На араминском языке абра сотворю, кедабра как скажу. И вот эта формула, которую показывают старика Хатабыча, он говорит абра-кадабра. Она переводится, сотворю как скажу. И она работает в каждом из нас. Каждый из нас сотворяет свою жизнь так, как он говорит. И вот этот человек, он говорит, я приготовился записывать каббалистическую формулу. Раби сказал так. Each and every day, каждый-каждый день, на протяжении одного месяца, repeat at least 100 times, повторяй как минимум 100 раз в день. I am tremendously grateful I am alive. Я невероятно, я очень сильно grateful, что я живой. Вот эта формула. Я невероятно счастлив, что я живой. Я невероятно, прямо невероятно благодарен. Вот, извиняюсь, не счастлив, а grateful это благодарен. То есть нужно свою вот эту благодарность направлять на Всевышнего, что я живой. И Раби продолжал. Не только повторяй этот отрывок, а это нужно вложить туда, вложить туда нужную эмоциональную силу. Я невероятно благодарен тебе, Всевышний, что я живой. I am grateful, я благодарен, что я живой. И, значит, и особенно он говорит, когда ты начинаешь чувствовать frustrated, да, то есть когда у тебя входит вот это вот состояние негативное, frustrated, immediately, прямо моментально скажи пять раз с энтузиазмом. I am tremendously grateful, I am alive. Я невероятно благодарен, я живой. Я невероятно благодарен, я живой. Пять раз скажи, чтобы сбить себя с этой негативной волны. И, значит, если ты месяц будешь это повторять по сто раз в день с энтузиазмом, то твоя жизнь изменится к лучшему. И, значит, продолжает этот человек, это изменило мою жизнь. Я это делал, это полностью изменило мой подход к жизни, меня полностью изменило. И он говорит, спасибо, Рабе. Ну что, дорогие друзья, значит, у нас есть понимание, что человек, который жалуется, он навлекает на себя огромные неприятности. Человек, который благодарит и который благодарит, он навлекает на себя огромную милость и благословение Всевышнего. И у нас есть практический инструмент сто раз в день говорить, «Я благодарен Всевышнему, невероятно благодарен Всевышнему за то, что я жив с энтузиазмом». И это изменит ваш внутренний мир, это увеличит вашу связь со Всевышним, и это даст вам огромный ресурс для улучшения жизни во всех, во всех направлениях. Значит, слава Богу, спасибо вам. Сегодня у нас 90, 63, 153, плюс 58, 220 участников в прямом эфире на уроке. Спасибо вам огромное, что вы приходите. Я вам очень прошу, сегодняшний урок очень важный, поэтому распространите его. Сейчас многие люди упали, они живы, они здоровы, у них всё есть. И они из-за того, что вокруг, но не вокруг, а именно в СМИ, СМИ заполнены негативом, СМИ заполнены страхом. И им кажется, что всё, весь мир – это страх. Нет, весь мир – это любовь, радость. Есть точки, есть единицы негативных зверей, которые пытаются испортить жизнь всем нам, но Бог, Он милостив, Бог добр, мы все живы, мы здоровы, в безопасности. И это важно поблагодарить за это Всевышнего, потому что когда люди сидят возле своих компьютеров и жалуются, 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 они навлекают на себя неприятности. Если мы будем распространить этот урок, если мы будем сидеть возле компьютеров и благодарить, благодарить, благодарить Всевышнего за то, что у нас есть, то Всевышний подшлёт мир всему миру и закончатся даже вот эти очиди напряжённости. Есть маленькие-маленькие очисти напряжённости, которые создают люди, которые реально больные, которые хотят делать зло другим людям. Но остальные люди, они непроизвольно, автоматически жалуясь, создают зло для всего мира и для себя. Поэтому, пожалуйста, давайте изменим вот эту вот психологическую обстановку в мире на благодарность Всевышнему, на позитив, на прославление Всевышнего, давайте видеть добро, которое Он для нас делает, спасение, чудеса. Да, действительно, есть моменты точечные. Погибло 1500 человек, погибло сейчас от рук убийц, вообще страшных маньяков в Израиле. Но за это же самое время Всевышний сделал чудеса и спас миллионы, спас миллионы людей. Всевышний делает чудеса каждый день для каждого из нас. И если мы будем за это благодарить, то вообще не будет зла в мире. Всё, дорогие друзья, удачи, успехов, чтобы у всех было всё хорошо, и чтобы мы ценили это и благодарили за это Всевышнего. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok